гуляем до реки про сейчас ночь но ее можно проводить в день одним движением руки об и день пушка конечно очень широко светит то есть ну градусов наверно 150 засветки всем привет сегодня будет обзор на довольно интересный фонарик от компании в убан модель называется falcon x1 это очень мощный фонарик яркостью 12000 люмен при этом имеет компактные размеры активную систему охлаждения и буквально смысле может превратить ночь в день но обо всем по порядку присаживайтесь поудобнее погнали начнем с комплектации фонарик приезжает в таком чехле довольно качественный чехол для такого фонаря чехол это необходимая вещь что можно было прицепить например на пояс на снаряжение здесь аж две кнопки чтобы у нас точно никого не потерялся довольно-таки мощная такая петелька также если на отверстие ну либо для того чтобы могли увидеть что фонарик у вас включен то есть отверстие есть если он будет светиться вы это заметите также в комплекте был провод usb-c usb-c и вот такой темляк на руку естественно инструкция такой вот комплект также бывает вариант комплектации с велокреплением который прикручивается здесь есть специальные два отверстия сюда крепится велокрепление и можно использовать фонарик как фару размера фонаря 128 с половиной миллиметров в длину ширина 56 миллиметров и толщина 28 миллиметров при этом весит он включая аккумулятор которая здесь ну якобы не съемно но при желании их можно поменять открутив вот эту крышку чуть позже покажу весит он 379 грамм здесь установлен два аккумулятора 21700 водозащита здесь ip55 то есть погружать в воду его нельзя но это и понятно потому что здесь имеется активная система охлаждения здесь вот видно есть маленький кулер здесь радиатор система охлаждения прогоняет воздух чтобы охладить 3 светодиоды xhp-cris 70.2 цветовая температура примерно 5000 кельвинов имеется такой мятый рефлектор свет равномерный рассеянный цвете довольно-таки широко сверху все это прикрыто естественно стеклышком с антибликом с просветлением имеется подзарядки usb-c под резиновой заглушкой на крышке заявленном емкость батареи ну здесь две банки 21700 каждая по 4800 миллиампер часов также написано что его не забирать чтобы не лишиться гарантии по факту крышку можно открутить здесь стоит обычный аккумулятор 21700 две штучки которые можно поменять если потребуется замена есть еще одна крышечка которая держит кнопку панель выглядит довольно интересно такой космический дизайн мне очень напоминает трансформеров когда десептиконов что-то в этой теме вообще в убан очень много интересных дизайнов они делают не типичные не похожи на все остальные фонари а довольно интересный дизайн решения тем более в таком маленьком форм-факторе сделать систему охлаждения ну я не видел обычно система охлаждения спрятана либо в большой ручке которая выносная откручивается либо в очень большой голове большого фонаря здесь же все это довольно компактный при этом максимальная яркость ну вы увидите по тестам очень внушает и на работает не 10 секунд как во многих фонарях с такой яркостью да там 10 секунд потом прыгает там на 2 или на 3 тысячи здесь она работает больше минуты зимой даже полторы минуты у меня получилось выжить потом она падает на 3000 люмен и стабильно работает почти два часа кнопочки встроен индикатор заряда аккумулятора то есть когда аккумулятор заряжен горит синеньким по мере зарядки он будет либо моргать либо будет гореть красным также во время зарядки вы будете видеть индикацию с помощью данного светодиода на задней части как я уже вам говорил присутствует два отверстия под винты крепления велосипедного держателя жалко что не поставили сюда клипсу скажу честно клипса мне очень не хватает на этом фонаре чтобы можно было без чехла повесить его куда-то на снаряжение либо на пояс либо на карман в общем-то позволяет своими габаритами положить его в карман тактических брюк и без проблем его можно носить с собой без чехла то есть жалко что сюда не предусмотрели возможность прикрутить клипсу либо винт под штатив чтобы можно было установить где-то на штатив на какой-то держатель на какой-то треногум и использовать в качестве лампы осветителя для лагеря он позволяет это сделать как я уже говорил свет у него довольно-таки заливной равномерный в ночных тестах вы все это увидите здесь присутствует термоконтроль поэтому система охлаждения включается именно тогда когда нужно то есть вы можете использовать фонарь в турборежиме он запустит вентилятор перейти потом в режим поменьше например духове минимум у вас вентилятор продолжит работать пока фонарь не остынет если вы выключите фонарь конечно система прекратить охлаждать но если вы переключитесь на режим ниже он продолжит охлаждать фонарик пока не будет достигнута приемлемой температуры по режиму и по управлению здесь управление простое при этом имеет функцию программирования здесь четыре основных режима и к 20 до 400 люмен low а 400 до 1000 люмен medium от 1000 до 2000 люмен и high от 2000 до 3000 люмен то есть вы можете в этом интервале в этих пределах настроить каждый режим под себя с помощью функции программирования включается фонарик нажатием на кнопку первый режим и зажатием ли ставится 4 основных режима раз два три четыре выключается также нажатием на кнопку чтобы включить режим и к независимо от того какой режим у вас был включен потому что фонаря имеется память на все режимы кроме turbo нужно зажать и удержать кнопку включения вот режим и к выключаем в нем же она включится например у нас было режиме ну high выключили чтобы у вас не ослепить никого зажали поддержали опять режима и к чтобы включить turbo нужно либо исключенного состояния либо из выключенного два раза быстро нажать на кнопку включения turbo режим и сейчас мы с вами услышим как через несколько секунд но обычно секунд 20 проходит начнется начнет работу систем охлаждения специально поднес микрофона максимально близко чтобы могли послушать то есть по звуку по громкости это примерно как нетбук ну не очень громко то есть как на бок когда начинает процессор охлаждаться при этом если выключить фонарик у нас система вот еще с присланием выключилась включаем даже если он в минимуме у нас ключица слышите она 5 заработала потому что присутствует термоконтроль но теперь будет охлаждать фонарик пока не достигнет приемлемой температуры сейчас работает я считаю что это огромный плюс у вас система не молотит постоянно включается лишь тогда когда нужно то есть в turbo это примерно секунд 10-15 после включения включается охлаждение в режиме х и может несколько минут без проблем работать без систем охлаждения то есть 3000 люмен если на морозе может вообще не включаться то есть турб у нас доступен как из включенного состояния так и из выключена естественно в данном фонаре присутствует блокировка чтобы заблокировать фонарик нужно быстро четыре раза нажать на кнопку включения он моргнет все фонарик у нас заблокирован видите он не включается моргает вот это клавиш чтобы разблокировать соответственно четыре раза нужно также быстро нажать фонарик заблокирован чтобы включить тропоскоп либо сос нужно три раза быстро на эту кнопочку стробоскоп сос стробоскоп и сос фонарик не запоминает кстати яркость сос 200 люмен что позволяет довольно-таки долго использовать фонарик и экономить батарейку и считаешь это правильно строб же работает при яркости 3000 люмен так как я уже говорил данный фонарик имеет функцию программирования режимов в ночных тестах кстати обратите внимание специально настроил данный фонарик режим и к поставил самый минимальный чтобы могли посмотреть минимальную яркость данного фонаря то есть и к в самый минимум выставил все остальные режимы поставил максимальном режиме то есть ну чтобы максимально яркость могли оценить чтобы программировать яркость то есть вы включили фонарик например в режиме минимально включился нужно два раза кликнуть при этом то есть первый клик быстро 2 раз клик и зажали то есть Клик и клик и зажали И фонарь начинает постепенно повышать яркость Моргнул и понижать яркость В пределах заданного диапазона, который я вам называл Например, здесь это от 20 до 400 люмен То есть вы просто отпускаете клавишу, когда вы достигаете необходимого вам уровня яркости Так можно запрограммировать абсолютно любой режим То есть два раза нажали, второй раз удерживаем И вот он пошел вниз Моргнул, сейчас будет вверх поднимать яркость И так же моргнет, когда достигнет верхнего предела Так, вот теперь получается это low в максимальной яркости Можете настроить режимы под себя Естественно, все это можно сбросить к заводским настройкам Поэтому если вы что-то напутали, проблем с этим никаких не будет Зарядка здесь быстрая, USB-C Поддержит пайрот деливери У меня получилось разогнать ее до 20 ватт То есть полностью фонарь заряжается за 2 часа Ну а теперь давайте посмотрим нашние тесты Напомню, что для тестов я запрограммировал данный фонарик Эко самый-самый минимум Чтобы вы могли оценить минимальную яркость данного фонаря Остальные режимы настроены по максимальной планке яркости Поэтому присаживайтесь поудобнее Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, на этом все Вот такой довольно-таки интересный, как мне кажется, фонарик от компании Vuban У них очень большая линейка фонарей в данном дизайне Есть налобники, есть сейчас у них вышли маленькие DC фонарики То есть дизайн примерно такой же, только он на 18650 Естественно, он меньше и легче Фонарик классный, очень яркий, при этом может работать стабилизированно На очень проложительное время При желании можно сменить батарейки Если у вас вдруг они пришли в негодность Либо вы хотите увеличить емкость батареи Например, поставить по 5000 мАч Две штучки Я думаю, он будет интересен людям, которые увлекаются данной темой Понимаю, что это не для всех Фонарь не дешевый Но при этом он имеет довольно-таки много интересных функций Решений, дизайн, охлаждения, очень высокой яркости Не забывайте подписываться на Телегу Сейчас здесь будет QR-код Всем спасибо Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok